всем привет с вами криптоамига и это моя вторая часть о проекте арау это очень круто децентрализованная платежная система для экосистем электронной коммерции и вы можете с моей первой частью видеть что у них много на разных языках белой бумаги и давайте сегодня разберемся что же это такое и давайте посмотрим как это белая бумага что нам покажет она состоит из видения из краткого содержания из различных каналов обзора рынка информации от токены экосистемы этого токена ну и конечно же заключение то есть она такая компактная но здесь есть все для того чтобы вы поняли в чем суть данного проекта значит здесь описано как с помощью блокчейна вы сможете делать различные покупки и прочие вещи основная цель этого токена это построение децентрализованной платежной экосистемы электронной коммерции для того чтобы увеличить использование блокчейна обычными людьми то есть вроде нас с вами вот эта экосистема предполагает единую систему вознаграждения в котором могут участвовать и любые организации предоставляющие услуги этот документ фокусируется на передовых технологиях которые поддерживают платежную систему электронной коммерции включая такие вещи как открытие платформам бесконтактную карту динусе вознаграждение и другие то есть мы видим что в целом это очень крутой маркет рынок извиняюсь уже такие англоязычные фразеологизма поперли вот значит четыре с половиной триллиона долларов в 21 году то есть это очень большой рынок вот сродни там ввп двух мировых держав вот поэтому я считаю что в целом у таких вот вещей есть всегда будущее главное самое это правильное воплощение вот значит у них были задачи какие значит это платежи нажатием одной клавиши микроплатежи прозрачность увеличение использования тут токена единая система вознаграждения и конечно же они это использовали с помощью своих подходов таких как разработка реализация онлайн виджета вот просто простота для обмена вознаграждений быстрые наличные побудет клиентов использовать эту карту своих покупок интуитивно понятный интерфейс целевой специализированный ресурс предназначены для поддержки продавцов вот цели них есть конечно же это предоставление комплексных решений для рынка создание к системы создание прозрачной экосистемы вот и мы видим что состояние рынка такое что она увеличивается с каждым годом увеличивается но ненамного я не знаю там будут ли не будет 4 триллиона долларов но в целом я считаю что должен должен к этой цифре подойти потому что знаете электронная коммерция это такая вещь которая позволяет сделать многие вещи и делает это потрясающе то есть но в том плане что сейчас уже любой человеку даже те старые закалки уже пользуются интернет магазинами уже у всех все карточкой научили пользоваться то есть уже осталось очень мало людей в целом в продвинутых странах до которые не используют карты которые не пользуются электронной коммерции поэтому с увеличением вот этого нового поколения эта цифра будет соответственно расти и поэтому данные проекта они всегда будут в авангарде всего вот всех вот этих денежных масс потому что это сейчас будет популярна вот поэтому всегда нужно быть победителем и конечно же такие компании будут иметь успех вот видите у них будет мобильный кошелек который будет предоставлять интерфейс со своего мобильного девайса сейчас уже можно в принципе мобильным телефоном тупо прислонять мобильник и он тебе уже будет денежку давать да можно оплачивать и тут у них тоже свой будет мобильный кошелек что будет очень удобно вот и главное что этот токен будет иметь ценность который будет обеспечиваться интеграции банковской системы вот так она предлагает эти токены и покупки и продажи в кошельковом клиенте и банковским счетом то есть за счет этого взаимодействия какие-то вот такие моменты они будут обходиться и будут реально очень цены и все будет налажено в конечном счете он будет функционировать на основе эфириума потому что это один из таких токенов который может которому есть такая вариативность я вот с вами вот три страницы всего вроде бы просмотрели а вот уже сколько рассказал поэтому свои в третьей части я уже поговорю непосредственно еще дальше продолжу потому что что тут очень много информации который надо говорить вот и в общем давайте до скорой встречи пока